25 октября избиратели будут заполнять новый вид бюллетеня. О нововведениях и правилах поведения на избирательном участке сообщает гражданская сеть «Опора». 25 октября в Одессе придут местные выборы. На избирательном участке граждане столкнутся с бюллетенями новой формы, а также с соблюдением эпидемиологических требований. Гражданская сеть «Опоры» сделала небольшие видео, чтобы напомнить одесситам про основные правила поведения на избирательном участке и чего не стоит делать в день выборов. 25 октября местные выборы впервые происходят за пропорционной системой с открытыми списками. Это означает, что мы будем голосовать не за кота в мешке, а за конкретных людей. Нарешті вырешенным есть наш выбор. В бюллетене мы должны поставить две позначки. Это очень важно. Каждый избиратель получит бюллетень, в котором будут две колонки. Слева – перечень партий, а справа – список кандидатов от соответствующих партий. Напротив выбранной вами партии поставьте галочку либо крестик, а в соседнем поле нужно указать индекс кандидата данной партии. Основные правила поведения остались прежними, но в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 кабинет министров Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов. Помимо паспорта и маски, избирателям нужно иметь при себе собственную ручку. Также рекомендуется соблюдать дистанцию, не передавать документы из рук в руки, пользоваться антисептиком и по возможности посетить избирательный участок без несовершеннолетних лиц и животных. В случае выявления повышенной температуры проголосовать можно в изолированной кабинке. Честные и объективные выборы являются залогом демократического развития государства, именно поэтому очень важно, чтобы все выборы проходили с соблюдением законодательства. Выдача бюллетеня человеку без предоставления паспорта является нарушением. Проверка температуры на участках обязательно. Если вы плохо себя чувствуете, можете проголосовать в отдельной кабинке. За пределами кабинки голосовать запрещено. Голосование должно быть тайным, поэтому в кабинку можно заходить только по одному человеку. Также запрещено фотографировать бюллетень. За нарушения во время выбора следует административная и уголовная ответственность, сообщает опора. Любые проявления политической агитации либо провокации также являются грубым нарушением правил. Напоминаем, если вы стали свидетелем нарушений в день выборов, обратитесь на линию 102 или же непосредственно к сотрудникам полиции. Продолжение следует...